доброе время суток уважаемые зрители сегодня у нас маленькая посылочка пришла она только что с австрии с австрийского монетного двора такая красивая печать мюнс острых мюнс это монетный двор название страны красивая такая птичка у них на гербу вот шла посылка недолго буквально пару недель и мы видим как всегда не назвали им хером хер ну то есть господин давайте сейчас я заказывал несколько монеток не ошибаюсь четыре может чуть больше получите сопроводительные документы положили очень хорошо так упаковали видно что европейское качество насколько я помню заказывал медные и серебряные монеты небольшого достоинства обязательно проверяйте пакета там ничего внутри нету не осталось хорошая плотная бумага несколько слоев и внутри какой-то наполнитель видно что в тоже сырье что позволило сделать ее более плотной но с другой стороны экологически чистой то есть они не пупырыш это ставит такой полиэтилен к которому мы привыкли клацать его а двойная бумага заполнена какие-то вторсырьем молодцы внутри немного убрал со стола мусор который не трусился с посылки что у нас здесь есть посылки такой вот небольшой буклетик посвященной монете которая посвящена в свое время картине дюрера молодой заяц я был в германии был в музей дом доме музея дюрера и то есть это одна из самых узнаваемых картин дюрера мне даже есть репродукция думаю привез с этим зайчиком сейчас я заказал монетки собственно здесь написано про эту монету что она сделана из серебра восьмисотой пробу вес 10 грамм ну и когда она была чеканена 24 февраля 2016 года и их выпущено 50 штук сейчас собственно будем искать эти монеты тут пришли у нас это у нас invoice да вот собственно можно посмотреть во сколько мне что обошлось это вес я так понял и вот да я заказал 1 2 3 4 5 монет и цена у них была соответственно 2 монеты по 5 евро 2 монеты по 14 евро и 1 монета 5 евро вот те монеты которые по 5 евро они сделаны мы видим написано купру сию из меди и вот эти вот монеты 2 из серебра молодой заяц и артическое приключение они сделаны из серебра поэтому они чуть дороже у всех монет достоинство 5 евро но мы знаем что не всегда банк продает по достоинству но принимают по достоинству с другой стороны могу что отметить что например вот эти медные монеты 5 евро я купил за 5 евро то есть в принципе я обменял деньги на деньги просто эти монеты юбилейные мы видим написано у них uncirculated очень хорошо всегда я считаю это очень хорошее вложение денег потому что вы не теряете когда вы покупаете монету за номинал вы всегда можете ее вернуть за номинал но я думаю всегда можно дороже вот ну и SATOTAL я заплатил за эту посылку 43 евро вот давайте собственно сейчас у нас здесь пришпилены монетки так и что у нас здесь еще да и буклет то есть вот серебряные монеты шли с такими книжечками давайте начнем с серебряных монет а потом перейдем к медным вот это я честно скажу первый раз вижу поэтому открываю с вами я не знаю что там внутри но мне уже нравится дизайн есть такая специальная скрепочка с думаю не раскрывался да еще внутри открыточка я не знаю у католических христиан почему-то заяц ассоциируется с паской с яйцами по-моему в в южном парке была серия которые рассказывали про этот заговор что Святой Петр был заяц вот такая смешная история вот здесь собственно у нас монета монета надеюсь что это да она в капсуле то есть сама открытка содержит внутри запечатанную капсулу вот так выглядит монета сейчас попробую сфокусировать получше чтобы вам были видны все детали вот мы видим собственно изображение зайца картины картина эта и монограмма дюрера и соответственно дата Чикаго год Чикаго очень красивая монетка серебро вот с этой стороны мы видим достоинство ее написано 5 евро и где монета была выпущена Республика Австрия ну теперь мы знаем что Астрия Республика Республиканская форма управления очень интересный дизайн здесь мы видим зеленые такие травки и в травке сидит зайчик ну и здесь описание на двух языках надо дать им должное 5 евро коин потому что немецкий мой не очень на английском здесь мы можем прочесть собственно историю что к чему и где вот такая интересная монетка мы обратно сложим собственно не удивительно почему там была вложена пасхальная открытка потому что монета вышла как я уже сказал в феврале ну и это было очень близко к Пасхе потом я аккуратно это не на камеру сложу закрою ее боюсь порвать давайте следующее посмотрим это арктическое приключение здесь у нас мы видим мишки на монете изображена жизнь полярных медведей вот ну собственно давайте открою посмотрим что внутри аккуратненько а ну и с обратной стороны кстати написано монетку ее достоинства боюсь я это порвать сейчас аккуратненько так аккуратненько прямо в претельчку я даже не знаю она не одевается заклеивает уже собственно на открытки очень притерпу штучки да здесь у нас нету пасхальной открытки ну здесь мы вот видим ээээ изображение арктики я так понял это охочий мишка на охоте потому что они в воду залазят когда охотятся это мешка отдыхает ну и собственно сама монетка вот ну и здесь написано замороженное сокровище frozen treasure 5 евро серебряная монета монеты обе похожи по дизайну серебряные и я думаю по характеристикам тоже видим и немножко по характеристикам пройдемся это релевантом для обеих монет тираж 50 тысяч достоинство 5 евро но эта монета выпущена 9 апреля 14 14 года то есть довольно старенькая тут написано дизайнеры кто нарисовали монету я так понял аверс реверс вот диаметр монеты 28,5 миллиметра серебро 800 пробы соответственно серебра 8 грамм и монета 10 грамм вот ну и здесь штрих-код и монета А3 очень красивая монетка тоже она в капсуле идемте дальше и я прикупил еще медных монеток дать должное упаковали они все очень хорошо советую связаться с ними если вам нравится покупать у них единственное что пересыл стоит денег я заплатил за пересыл 15 евро но у них есть опция забрать прийти и забрать в Вене в каком-то месте тогда вы не должны платить деньги то есть если вы будете в Вене или кто-то из знакомых вы можете сделать заказ и потом его просто забрать ну или если вы будете делать большой заказ то в принципе 15 евро оправдают пересылку я вам показал уже как было упаковано я думаю оно того стоило пересылок таких денег соответственно здесь мы видим 5 евро уже знакомая нам картина изображение вот сделана она из меди монета качество циркуляет видите как блестит и здесь у нас это у нас посвящена монета написано как я могу перевести с немецкого земля воды вот мы видим здесь у нас изображено болото птицы травы вот это посвящено какому-то заповеднику монета очень красиво не знаю передает вам я под искусственным светом снимаю передает ли вам красноту меди мне очень нравятся медные монеты но у меня сразу пойдут эти монеты в капсулы чтобы они не запачкались и не окислялись вообще стараюсь все свои монеты держать если не в альбомах то в капсулах и стараюсь вообще ценные монеты держать в капсулах потому что капсулы не позволяют парам воды и кислороду попасть к монете и окислить ее если с серебром никельным это не так заметно медь очень быстро окисляется вот это у нас заяц такой же как в серебре этот в меди вот мы его видели то есть монета один в один как серебряная только медная как я уже сказал стоит такая монета 5 евро и достоинство у нее 5 евро то есть я считаю 5 евро за 5 евро таки очень очень хорошо красиво единственное что насколько я понимаю в Европе сделано так что обычная ходячка ходит по всей Европе а юбилейными монетами можете расплачиваться только в стране которого их отчеканило то есть юбилейными немецкими в Германии юбилейными австрийскими в Австрии не думаю что кому то придет в голову расплачиваться такими монетами но все же информация вот и это у нас арктическое приключение мишки то же самое что мы посмотрели в серебре такая же монета в меде тоже 5 евро вот это у нас мишки такие же как в серебре пока в меде еще мне надо что то делать с камерой мне не нравится что она у меня фокусируется так как она сама решает там есть какой то умный алгоритм вообще в будущем я хочу сделать специальный бокс для съемки монет и перевести на мануальный режим и ручную выставлять фокусировку вот пока мы снимаем так тем чем есть так что вы не обессудьте но я всегда стараюсь подобрать ракут чтобы зрителю было видно вот вот такая у нас монета из меди арктические приключения в принципе все что я хотел сегодня вам показать какие монетки пришли я очень доволен этим монетным двором настоятельно вам рекомендую если хотите подписаться я уже вам показывал брелок который они мне прислали просто так за регистрацию вы можете все зайти зарегистрироваться вам присылают журнал посвященный нумизматике правда на немецком языке но там с картинками также журнал детский брелок там можно менять монетку это все бесплатно присылают ну если вы захотите у них купить можете также продвести монеты надеюсь вам это видео понравилось если да ставьте пальчик вверх если есть какие то вопросы задавайте с удовольствием отвечу ну спасибо что смотрели пока пока пока